Привет, неунывающие аудиофилы! У меня для вас хорошая новость. Компания Monocor прислала мне для тестирования свои твиттеры. Модель называется DT300. Давайте их рассмотрим. По паспорту DT300 это твиттер для домашних акустических систем с большой площадью излучения. Максимальная мощность, видимо, 50 Вт, с сопротивлением 8 Ом, целых 300 мм. Шелкового купола. С одной стороны это хорошо, с другой стороны я предвижу некие ограничения сверху. В частности, АЧХ выглядит достаточно неплохо, где-то с 3 кГц. Вполне можно ее считать ровной, но по 20 кГц уже потери составляют около 10 дБ, нет, 5 дБ. Ну, что, в общем-то, свойственно многим, если не всем купольным твиттерам. Ну, так или иначе, динамики предоставлены, они известны, многие аудиолюбители, они их знают и имеет смысл их рассмотреть. Вот их параметры, вы можете почитать их сами, не буду утруждать ваше, так сказать, внимание этим посредством. Хотя, впрочем, 19 кГц даже указано в качестве частотного диапазона от FX. Вот FX, FS, точнее, здесь это 750 Гц, ну, понятно, что FX это не FS, а примерно в два раза больше. Тем не менее, да, кроссовер рекомендованный, которого порядка на 2000 Гц, 50 Ватт, 100 Ватт максимальная мощность, числительность 93 дБ в 1 метр. Ну, и размеры вы видите. Ну, короче говоря, все остальное вы можете почитать. Я уверен, что люди, которые этим увлечены, консультированием аудиосистем, или, по крайней мере, анализом аудиосистем, знают об этих твиттерах. Ну, я вам просто продемонстрирую, что это такое, как оно вживую, когда приходит такой подарок по почте, знаете, вот один, вот тройт, чтобы вы не думали, что он не один. У них целых два. Целых два. Повело просто. И вот, что я вам скажу. Эти твиттеры, я могу, конечно, просто что-то в них измерить, что-то послушать и сказать, что мне кажется так. Но, во-первых, вам может показаться иначе. Также вы, наверное, знаете мою любовь к ленточным твиттерам. Это не ленточный твиттер. Это как раз конкурент. Но конкурент мною лично уважаемый. Поэтому я... Поэтому я, собственно говоря, посмотрите, какая прелесть, какую куполочку. Поэтому я, ничтоже вспомнявшись, решил начать четвертый сезон конструирования собственной акустической системы. Но на этот раз демократичной. То есть, которую каждый из вас может себе собрать сам, закупив необходимые детали в общедоступных местах, скажем так. В частности, динамики монокор продаются много где. Смотря где вы находитесь, видимо, там вам будет легче это все приобрести. Для этой цели у меня вот прямо сейчас есть наличие три басовых динамика, которые я и намерен использовать в этом четвертом сезоне. Хотя, скорее всего, я разобью это все на три сезона опять. Как в прошлый раз. То есть, первые три сезона были посвящены трех полоске на... Вот вы видите, Танк Бэм в среднечастотном динамике, лензочном титтере от Фонтек и трех басовых динамик. И давайте рассмотрим эти три басовых динамика, кстати говоря. Итак, у меня в наличии есть, даже уже есть корпуса басовые. Для них динамики от СИЗ. Шесть с половиной дюймов, модель называется вот так вот, TH12-1508. Вот с такой вот АЧХ. То есть, его можно использовать до 2, 3, 4. Не знаю, сколько килогерц. То есть, я буду думать, буду слушать и решать. Как в прошлый раз, собственно говоря. Вот такие вот пара динамиков есть. Очень красивая, кстати. И из всех динамиков, забегая вперед, скажу, у них самая легкая муви-масса, то есть подвижная часть. И при этом самый большой БЛ, имеется в виду. Соотношение форс-фактора к массе, которую он тягает за собой, у него самая выгодная. Но у него маленький-маленький размер, у него маленькая сравнительная чувствительность. Где она у него тут? Где она тут у него? А, 88,5 дБ. БЛ, зато очень маленький корпус убористый. Следующий монокор, у него корпус, похоже, что еще более убористый, чем у этого СИСА. Вот. Но он 8-дюймовый. Модель называется SPH-225C. Вот такая вот у него ЧХ, которая позволяет его до 3 где-то дотянуть. И тут будет его резать нелегко. Проще его порезать на 1,5-2. Но я бы не хотел купольный твиттер нагружать такой непосильной работой. Потому что, вообще говоря, я собираюсь гонять его на довольно приличных звуковых давлениях, уровнях сигнала. И поэтому хотел бы обрезать так, чтобы ему не было больно, а мне не было противно это сослушать. Так, 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 так. И третий динамик, который у меня есть, это тоже монокор SPH-10250 PRO. Это Pro-шный динамик. Прошный динамик. Это не Hi-Fi, как вы называете его динамик. Это динамик, предназначенный для использования в Pro-аудиотехнике. Причем Pro-аудио, это не значит, что это хорошее аудио. Это скорее даже наоборот. Потому что Pro-аудио это для открытых пространств в студии и прочих таких мест, которые вам попадают, в общем, ну, которые вы не будете использовать, эти колонки там. Которые вам не нужны, скажем так. Вам нужны то, что вы называете Hi-Fi. А это дебильный совершенно термин, потому что он умер лет 30 назад, но тем не менее, пускай. Hi-Fi, то есть домашка. О, кстати, домашка лучше всего это все называть. Что мы говорим сейчас с вами? Итак, для домашки этот динамик, в принципе, не предназначен. Но, мне очень понравилось несколько его опций. Прежде всего, это то, что у него текстильный подвес, а не резиновый, который был, например, у его собрата. Здесь вот такой вот одноволновой тупой подвес, который делает его похожим на сабвуфер. Хотя это совсем не сабвуфер. Ну, может и можно использовать, но он позиционируется как mid-range спикер, тем не менее. Таким образом, это третий динамик, о котором я говорил, который вот, кстати, стоит. У меня он благополучно все это время играл. Трелля. Ну, для моих домашних как бы нужно. Для домашнего прослушивания музыки. Но, напомню, с сабвуфером. Это очень важно. Потому что сам он потянуть вот прямо оттуда, откуда надо, к сожалению, не в состоянии. То есть, эта конструкция прямо, скажем, на любителя. Но, у меня есть огромное подозрение или надежда, что таких любителей много. То есть, не один-два обчелся. То есть, людей недовольных, с одной стороны, глубиной баса, с другой стороны, его рельефностью, его артикулированностью, его читаемостью. Это там, где можно ноты различать, которые играет бас-гитара, предположим, не лопает на одной ноте. На самом деле, это было. Но это надо услышать. А чтобы это воспроизвести, динамик должен быть, ну, легким. Легким и, допустим, большим. Ну, вот этот 10 дюймов. Больше я просто не хотел уже домой таскать. Хотя, золотую эру аудио 12-15 дюймов дома, ну, было не так, чтобы очень редко особо. Вспомните колонки JBL и прочее. Альтеки. Да, так вот, это третий динамик, который из-за меня в распоряжении. Ну, он довольно интересный, что из параметров... Здесь, где параметры у него? Здесь, вот. Ну, 8, понятно. До 2 килогерц его позиционируют. Мне жалко до 2 килогерц, потому что... Твиттер, я говорю, не хотел бы грузить на 2 килогерца. Это для него непосильная работа. Выше резать его здесь, ну, практически нереально. То есть, на 3 килогерца я его уже никак не отрежу. Вот этот горб все загадит, и получится реальная обрезка там на 4, причем горбатая. Что, в общем, никому не надо, ни себе, ни людям. Короче говоря, этот динамик для моих целей, если и подходил, то только вот в этой конструкции, которую вы видите, трехполоска, там, где он режется, этот динамик, я не помню где, но там до 1 килогерца что-то, вот. А для следующего сезона, для использования с этими твиттерами, я не уверен, что он подойдет. Не уверен. Хотя, очень было бы здорово, во-первых, как бы, сестры или братья, то есть, оба монокорцы радостные. Во-вторых, оба мне, ну, как бы, приятные, понятные. Тот своим легким текстильным подвесом, легкой подвижной системой, большой площадью излучения. Этот, ну, соответственно, тоже не нравится. У него, кстати, охлаждающая жидкость есть, и есть аудиолюбители, которые любят ее сливать, говоря, что она чем-то этот твиттер ухудшает. Я этого делать не буду, я буду делать это все, исходя из заводских параметров, которые продаются в магазине, чтобы вы могли повторить, допустим, не занимались этим злодеянием, что-то там изменять. Кому надо, пускай сольет, на здоровье. Я уверен, что лучше не будет, потому что эти монокорцы, как и прочие остальные разработчики динамиков, не самые глупые люди, и не хуже всех слышат то, что они, собственно, делают. Я акцентирую на этом внимание. Что это, налет какой-то опять? Пикирует. Это вертолет. Не думаю, что вы сделаете лучше. Однако, есть реально люди, которые это делают. На здоровье. Я не буду делать это. Я уже сказал, извините, я повторяюсь уже. Отвлекся. Итак, я таким этим видео анонсирую следующий сезон конструирования колонок, уже двухполосных. Кроссовер там будет весьма доступен, то есть, это будет либо первого, либо второго порядка. Край третьего, это если очень понадобится. Ну, тогда он будет подороже, если третьего. Но если первого, второго, то это, в общем, копейки, которые можно купить на радиорынке за без цен со всем. Ну, можно из приличных компонентов, если вы имеете к ним доступ. То есть, понимание того, что именно они вам нужны, это очень важно. Потому что просто так огульно не надо покупать какие-то топовые аудиокомпоненты, которые не ставятся даже вам в колонке Дали, например, за там 5000 долларов. Вот, вы не лучше сделаете, чем они, уверяю вас. То есть, мы говорим только о, ну, во-первых, умеренном классе акустической системы. Это вообще будут полочники, чтобы вы понимали. То есть, и не лучше, допустим, аналогов, производимых производителями фабричными, ну, желательно известных фирм, я не говорю о нунеймах, потому что там могут встречаться вообще все, что угодно. Невозможно прогнозировать даже, что ты покупаешь. Ну, это видео для привлечь людей рукастых, которых в хорошем смысле чешутся, а не вот так вот. Для того, чтобы они могли внести свой творческий вклад в конструирование этой своей акустической системы, именно под себя я здесь собрал. Сделать, потом гордиться, бить себя, укрыть. Кстати, я вот эти корпуса, которые у меня собрались, вот этих вот первых трех сезонов, я сейчас пытаюсь покрасить. Несколько человек я переписывался, которые имеют в этом опыт, в покраске, отделке МДФ. Это МДФ. Все то, что они предлагали для меня чрезмерно. У меня есть подвал, хобби-келлер, так называемый, в котором я могу что-либо красить. У меня даже есть ручной фрезер, там еще что-то. Много разных инструментов есть. Ну, странно, но электролобика еще нет. При этом все равно. Ну, не важно. Я пытаюсь там это делать, у меня плохо пока получается. Но так или иначе, я это покрашу, доведу, ну, до какого-то, пусть не товарный, я все равно это не продам. Как говорят поляки, что пан сам склепал, пускай пан сам и слушает. Это справедливо. Я это сделал для того, чтобы, во-первых, удалить свое собственное эго, во-вторых, показать вам, что можно делать. Затем пока, я буду рад, если вы мне подскажете в комментариях к этому видео, что бы вы хотели увидеть на базе, той базе, которую я вам продемонстрировал, что бы вам было интересно, какие цели, задачи, возможности, там ценовые дипломы, объемы этих акустических систем, отделка этих акустических систем, очень важно. Либо что-то подскажете, либо уточните, что вот это вам не нравится, вам нравится вот это, я это приму во внимание, сам буду когда анализировать финишную отделку этих устройств. Затем пока, дорогие мои, я Офид Розеин, был рад сегодня с вами опять встретиться.